Здравствуйте! В центре внимания в эфире в студии Евгения Монакова. Сегодня мы будем говорить о накопительной пенсии, о том, что можно с ней делать, как ей управлять. На студии находится Елена Владимировна Гончарова, начальник отдела организации учета процесса инвестирования отделения Пенсионного фонда России по Амурской области. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, давайте, во-первых, расскажем о том, что вообще такое накопительная пенсия и самое главное, у кого она есть? У нас накопительная пенсия, само понятие, появилась с 2015 года. Раньше у нас пенсия состояла из двух частей. Это страховая часть трудовой пенсии и накопительная часть трудовой пенсии. Но в связи с тем, что источники формирования данных пенсии разные, с 2015 года накопительная пенсия выделена в отдельное понятие. Формируется она не у всех граждан. Формируется она у тех граждан, которые с 1967 года и моложе. Формируется она за счет обязательных страховых взносов работодателя, за счет дополнительных страховых взносов работодателя, если он желает увеличить пенсионный капитал своего работника. Также за счет дополнительных страховых взносов самого у застрахованного лица, в том числе в рамках программы софинансирования, которая у нас действует с 2009 года. Средства материнского капитала можно направить на накопительную пенсию, выбрав его как одно из направлений. Соответственно, эта накопительная пенсия будет у тех граждан, которые направили туда средства материнского капитала. И, соответственно, доход от инвестирования, получаемый за счет этих всех средств. Ну вот смотрите, то есть те, кто моложе 1967 года, получается, у них вообще не было никакой накопительной части. Вы знаете, с 2002 по 2004 год в законодательстве было предусмотрено, что работодатели отчисляли страховые взносы на накопительную пенсию для мужчин 53-66 года рождения и женщин 56-66 года рождения. Соответственно, у этих граждан тоже будет иметься страховая накопительная пенсия. Ну вот смотрите, 20 декабря, насколько я знаю, наш президент подписал закон о продлении заморозки пенсионных накоплений аж до 2020 года. Вот что это значит для нас всех, для простых граждан? Ну, прежде всего, надо, наверное, разъяснить, что для всех простых граждан, как говорят, это изъятие пенсионных накоплений или их заморозка. Такого понятия нет. То есть с 2014 года введен мораторий, чтобы только для обязательных страховых платежей, то есть чтобы работодатель перечислял 6%, которые он ранее перечислял на накопительную пенсию, на страховую пенсию. То есть на сегодняшний день на страховую пенсию переводится не 10%, а 16%. Соответственно, так или иначе, эти перечисления работодателя, они участвуют в формировании будущей пенсии граждан. Они также индексируются с учетом темпов роста инфляции, будут учтены при формировании пенсии, когда гражданин выйдет на пенсию. Кроме того, граждане наши не потеряли право самостоятельно формировать данные пенсионные накопления за счет дополнительных, то есть добровольных страховых взносов, в том числе в рамках программы софинансирования. То есть так или иначе, накопительная составляющая работает, граждане могут ей распоряжаться, инвестировать в различные НПФ и управляющие компании. Вот смотрите, сейчас действительно подошли к важному моменту. Мы знаем, что мы сами можем распоряжаться накопительной частью пенсии, но многие ли приняли такое решение и действительно сами как-то этим процессом управляют? Ну вот если их брать по статистике 2017 года, у нас граждане, тысяча заявлений было принято по Амурской области, которые направили заявление на инвестирование накопительной пенсии. Но, к сожалению, 70% практически этих заявлений – это заявления о переходе из НПФ в ПФР назад. То есть как бы у граждан доверия к НПФ несколько утеряно, особенно за последние две переходные кампании. И, соответственно, мы столкнулись как бы с таким явлением. Что стали возвращаться обратно? Обратно. Хотя ранее было много заявлений подано в различные НПФ, управляющие кампании. Вот на сегодняшний день, вот именно по итогам 2017 года, вот такая ситуация. А сколько вообще сейчас работает на рынке Амурской области НПФ? Они не то что работают на рынке Амурской области, они же представители их везде. И, в принципе, надо говорить в целом о том, сколько акционировано и получили лицензию Банка России НПФ. На сегодняшний день их 38. Ранее, до 2014 года, когда был введен этот мораторий, их было около ста. Но Центробанк обязал НПФ пройти процедуру акционирования, то есть увеличить свой капитал. И, кроме того, они стали все акционерными обществами и вступили в систему гарантирования страховых пенсионных накоплений. То есть, опять же, на сегодняшний день все эти накопления граждан сострахованы, которые направляются в НПФ. Когда существует большое количество, когда большой выбор, соответственно, возникает необходимость как-то проверить, насколько благонадежен тот или иной представитель. Вот здесь есть какой-то рейтинг для того, чтобы все граждане могли на него ориентироваться? Основной, конечно, и официальный рейтинг. Это сайт Центробанка России. На нем указан не только перечень государственных пенсионных фондов и управляющих компаний, которые имеют право работать непосредственно со средствами пенсионных накоплений граждан физических лиц, но и указанная доходность их за предыдущие периоды и, соответственно, на текущую доходность полученный инвестдоход по состоянию текущего или календарного года или тех предыдущих периодов. Мне, конечно, сложно ориентироваться, но я думаю, что вы знаете, какие основные претензии вообще обычно возникают у амурчан к некоммерческим пенсионным фондам, не государственным. В основном это, конечно, связано с тем, что на сегодняшний день по законодательству менять страховщика, то есть переводить свои пенсионные накопления из одного негосударственного пенсионного фонда в другой, можно в течение только один раз в пять лет. И зачастую негосударственные пенсионные фонды, когда с введением моратория лишились основного потока финансового, то есть обязательных платежей работодателей, они стали привлекать, естественно, пенсионный капитал тех застрахованных лиц, которые находятся либо в ПФР, либо в негосударственных пенсионных фондах. Причем не раскрывая им о том, что в связи с досрочным переходом к ним граждане теряют инвестдоход, который получили их средства пенсионных накоплений у текущего страховщика. То есть средства пенсионных накоплений переходят без полученного инвестиционного дохода, если этот переход осуществлен досрочно. Еще один такой немаловажный момент, которым, думаю, задаются абсолютно все, кто занимается этим вопросом, это что будет со средствами, если вдруг вот этот вот пенсионный фонд обанкротится? Мы про негосударственный пенсионный фонд говорим. Я, как уже сказала, они все вошли в систему гарантирования страховых пенсионных накоплений, а это значит, в случае банкротства есть такое агентство по страхованию вкладов. Оно компенсирует потери застрахованному лицу, и если пенсионный фонд будет ликвидирован, то есть признан банкротом негосударственный пенсионный фонд, то средства пенсионных накоплений перейдут в ПФР, государственный пенсионный фонд. Вот здесь важный вопрос, компенсирует полностью или же нет? Компенсирует саму сумму пенсионных накоплений. То есть без вот этих процентов, которые обещаны негосударственным пенсионным фондом. Я думаю, тут все индивидуально будет, в зависимости от договора и так далее. Все понятно. Если вдруг человек обнаружил какой-то неправомерный переход, потому что действительно поначалу, когда весь этот процесс начался, очень много звонков было у людей, они на что-то соглашались, что-то подписывали. То есть разные были действительно моменты. И если вдруг человек обнаружил, что он переведен туда, куда ему не хотелось, что с этим делать? Можно ли что-то вообще предпринять? Мы советуем своим гражданам, амурчанам, о том, чтобы они периодически через портал госуслуг или лично обращались в ПФР формировали свою выписку из индивидуального лицевого счета. Это очень информативная выписка, которая содержит информацию не только о накопленных средствах пенсионных накоплений, но и тот, кто является его текущим страховщиком. Если вдруг в какой-то момент они обнаружили, что текущий страховщик сменился без их ведома или согласия, то в обязательном порядке, конечно, обращайтесь с заявлением прежде всего в пенсионный фонд. По месту жительства. В соответствии с определенной процедурой наши территориальные органы пенсионного фонда сделают запросы в те органы, где произошел данный неправомерный перевод. Запросят документы, на основании которых произошел этот неправомерный перевод, то есть договор, заявление о переходе и так далее. Все эти документы мы направим застрахованному лицу. В случае, если застрахованное лицо увидит, что фальсификацию, обнаружит фальсификацию подписи, естественно, надо обращаться в правоохранительные органы. Ну а в целом, чтобы все-таки признать данный договор недействительным, о том, что он подписан ненадлежащими сторонами и без ведома, это законодательно предусмотрено только через суд. Елена Владимировна, и напоследок я знаю, что вносятся определенные изменения в законодательство, касающиеся именно вот этих ситуаций непростых, для того, чтобы их больше не было. Как это отразится на рынке в целом? Отразится это то, что наши граждане будут более информированы, потому что на сегодняшний день вводится обязанность негосударственных пенсионных фондов при заключении нового договора в течение пяти дней проинформировать не только застрахованное лицо, но того текущего страховщика, которым является на сегодняшний день этим застрахованным лицом. Еще один есть интересный вопрос, можно ли завещать эти пенсионные накопления, то есть передать по завещанию? Да, действительно, многие граждане не знают, что в течение жизни они могут написать заявление в пенсионный фонд и распределить свои пенсионные накопления не только одному человеку, а несколько, указав доли и так далее. И, соответственно, в дальнейшем это заявление будет рассмотрено. В общем, все вопросы, я так понимаю, более подробно уже можно узнать у специалистов пенсионного фонда. Я знаю, есть и сайты, и горячая линия. Спасибо вам огромное, что пришли к нам в студию. Вам спасибо. Я напоминаю, что сегодня с гостях была Елена Владимировна Гончарова, начальника отдела организации учета процесса инвестирования отделения Пенсионного фонда России по Амурской области. Вы смотрели в центре внимания. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин